Трэм, подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы с вами поговорим об абьюзе, потому что некоторое количество моих подписчиков хотели об этом слышать. Начнём с того, что переписку полностью я удалила, потому что я не имею привычку иногда перечитывать, когда мне грустненько, и ловить с этого всякие флэшбэки и триггеры. Так как я не хочу этого делать, и всем советую, кто не хочет перечитывать свои переписочки, просто их удалить. Там выделить главные моменты, их переслать себе и просто удалить. Лучше выделить то, что злит, потому что это прям профитик. Профитик, чтобы не думать о человеке ничего хорошего, как это обычно бывает. То, что вот... Хорошие моменты вспоминаешь, начинаешь грустить. Нет, надо злиться. Злиться, блядь! Только злость вас спасёт в этом мире. Может, мне правда стоит принимать лекарства сейчас? В общем, это история про человека, с которым я встречалась на расстоянии 4 года. Ездили мы друг к другу несколько раз. Кто-то больше ездил, кто-то меньше. Угадайте, кто ездил больше. Я, опять же, злюсь. Но не так, чтобы прям это мне в чём-то мешало. Я его успокаивала почти всегда. Особенно первые года два, потому что потом я поняла, что это пиздец какой-то. И дальше будет только хуже. Но почему я дальше встречалась с ним? Вопрос всех людей, которые испытывали на себе замечательные слова, типа, ты никому, кроме меня, не нужна. Те, кто был внушаем, потому что была депрессия и не самый лучший период в жизни. И прочее, прочее. Он мне не разрешал общаться с подругами, потому что все твои подруги бляди. Тебе нельзя с ними общаться, потому что иначе ты станешь такой же. И потом проецирование всяких неприятных образов, когда ты пытаешься просто сделать то, что тебе нравится. Например, купить бэм, купить, ну, блин, заплести дреда, да? Сделать персу. Типа всё? Ты будешь как шлюха в коротких шортах катать на бэме, у тебя из карманов будут торчать гандоны, ты будешь спать со всеми подряд. Алё, бля, чел! Это никак не связано. Сначала меня начали убеждать в том, что все мои взгляды неверные. В том, что все взгляды моих друзей неверные. То, что единственный верный взгляд на жизнь, да, единственные правильные действия только у того человека, который говорит тебе, что все говно, ты говно, а я царь и бог. И меня надо слушаться. Если вы в такое попали, просто попытайтесь от этого сбежать как можно скорее. И желательно без предупреждения, потому что если вас вызывают на разговор, не через сообщение, через сообщение это сделать легче. Кстати говоря, да. Если вызывают на разговор тет-ет-ет голосом, вас обязательно попытаются подмять под себя и сделать так, чтобы вы испытывали вину за ваши действия. За то, что вы думаете и то, что вы хотите сделать. Потому что он такой бедный и несчастный. И вы такая злая и отвратительная стерва, которая никому не будет нужна, кроме него. Вы его бросите, он там покончит жизнь самоубийством, наестся валерьяночки, 20 таблеточек, отравится. Вот на минуточку просто этот человек говорил, что он съел 16 таблеток валерьянки. И он сейчас отравится и умрет. И все это из-за моих действий. Алло, 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 мозг, ты тут? До тебя мы дозвонились или нет? Я так понимаю, что абонент не абонент. Кстати, еще забавный факт. Я такой человек, который максимально пытается остаться в хороших отношениях со всеми, с кем он общается. Но уже нет. Потому что я поняла, что это какая-то шляпа. То есть, если человек настроен к тебе недоброжелательно, или если человек хочет подмять тебя под себя, грубо говоря. Это выражение, когда он хочет тебя обезвлечить максимально и подстроить твои действия, твои желания, все, о чем мы говорили, от себя. То есть, чтобы ты делал только то, что он хочет, то, что он говорит. Вот. Сносочка. Мы потом с ним пообщались. И он такой, я так хотел служить в армию. Он правда хотел пойти в армию, но... Из-за тебя я не пошел в армию. А знаешь почему? Потому что у меня началась аллергия на раствор, который вводят в вену, который, типа, смешивают с лекарством. И из-за этого меня не взяли в армию. Блядь, просто. Знаете, с чем она нас берет в армию? Со стигматизмом. Когда одна нога короче другой. Когда ты карлик. Захотела бы, пошел. Но это так, это лирическое отступление. Это просто для того, чтобы вы понимали, вот примерчик, да, такой маленький пример. Когда у вас пытаются вызвать чувство вины. Когда у вас пытаются вызвать чувство вины. Тем, что вот с этим человеком из-за вас случилось то-то и то-то. И из-за вас он не может что-то сделать. Хотя, по факту, если вы подумаете получше, да, вот вы просто, если вы переписываетесь, вы закройте переписочку, выключите компьютер, немножко посидите, может быть, с кем-нибудь посоветуетесь. Вы поймете, что это просто шляпа. Все эти попытки, они действуют реально на очень внушаемых людях. Если на вас они действуют, советик маленький, сходите в ПНД. В ПНДшечки, может быть, вас поправят. Если у вас все нормально, с вами ничего делать не будут. По крайней мере, это в московском ПНД, ну, как бы, в который я хожу. Там все хорошо. Так же было очень неприятно, когда человек ведет себя с тобой по одному, да. В компании с друзьями он начинает тебя унижать. Причем даже если это не его друзья, если это твои друзья. Он начинает тебя унижать, он начинает шутить какие-то шутки. Такие, если бы это был черный юмор, было бы нормально. Типа, чернуху я люблю, окей. Но это юмор ниже пояса. Это такой противный юмор. Я не знаю даже, у этого человека был талант описывать прекрасные вещи самым мерзким языком. Который, мне кажется, только может быть. Господи, со стороны это, конечно, ну, звучит, как будто я его просто сижу и обсираю. Но по факту, по факту, как вот, как я это вижу, да. Я просто рассказываю о том, что было в нашей жизни. Почему я с ним встречалась, да, там были хорошие моменты. Я не спорю. Я их удалила. Я сейчас рассказываю только плохое. Хорошие моменты, они, конечно, будут. Они и всегда будут. Они и у вас в жизни будут. Они будут где угодно. Фокус как раз в том, чтобы не вспоминать о хорошем. Вообще не вспоминать. Если ты хочешь разлюбить человека и забыть его, только плохое. Я сейчас об этом расскажу как бы на видео, да. И всё. Я больше не буду это открывать. Я больше не буду это читать. Потому что меня это триггерит. А я не хочу, чтобы меня триггерило. Поэтому я рассказывала это. Что ещё может быть? Может быть то, что человек вас вообще не воспринимает как слушателя. Точнее, как слушатель только он вас воспринимает. А как человек, который может иметь своё мнение, который что-то ему высказывает, пытается как-то, не знаю, изменить отношения, чтобы они стали лучше. Ну, короче, он вас так не будет воспринимать. И был случай, когда мы смогли наконец-то поговорить, почти не перебивая друг друга, почти. Только при его брате. Потому что его брат говорил, «Теперь говори ты, теперь ты молчи и говори ты». Вот. Только тогда мы могли друг другу высказаться, потому что иначе начинался ор. Часто с его стороны. Потом я переходила тоже на крик, потому что невозможно было до него достучаться. Это никак не работало. Я потом в конце концов забила. И просто как с матерью поступала, ну, типа, делала сначала то, что я хочу сделать, потом уже говорила. То есть, я сделала дреды, всё по факту. У меня есть дреды, да? Ну, дэшки тогда, которые можно было снять. Типа, делай с этой информацией что хочешь. Ты меня не слушаешь, ну, окей. Как бы, вот тебе факты. Просто факты. И вот это вот всё, оно меня, по крайней мере, привело к тому, что я не хочу больше это продолжать. Вот это вот отношения, да, вот эти вот общения вообще. Скажу немножко по-другому. Вот эти отношения, вот это общение, да. И я поняла, что надо уходить. Потому что это не закончится. Это будет так и дальше продолжаться. И изменений вообще никаких не будет. Ни со временем. Ни при переживании каких-то последствий. Вообще изменений не будет. также вот такой вот небольшой, скажем так, небольшое лирическое отступление к его семье. У него классная мать, но как бы это так сказать. Я приезжаю, она убирается. Я спрашиваю, вам помочь? Нет. Нет такая. Ну, на нет и суда нет, как бы. Чё я буду вмешиваться в чужие дела? Я не знаю, где что лежит. Я не знаю, там, чё надо сделать, да. Главное правило, это не навреди. И оно действует почти везде. То есть навредить я вообще никак не хотела. Но потом в мою сторону полетели упрёки, типа, а чё ты не убираешься? Чё ты не моешь полы? Типа, чё ты не готовишь? я готовила. Просто это было по утрам, и меня всё равно за это. Морально ебали, потому что хуй ты так рано готовишь. Я думаю, на этом мы закончим. Я знаю, что я очень разрозненно говорю. Будем надеяться, что вы поймёте то, о чём я хотела сказать. Скорее всего, негативные комментарии под этим видео я буду удалять, потому что я так хочу. Вот и всё. Можете их писать, но вы их не увидите. Делитесь, пожалуйста, в комментариях своим опытом, потому что вам от этого будет легче. Я буду понимать, что я не одна, вы не одни. Мы вместе не одни. Заходите в телегу на бусте. На бусте у меня там некоторые пополнения текстовые, музыкальные и рисовальные. Вот. В тележке мы просто общаемся, поэтому, если вы хотите со мной пообщаться, я буду очень рада вас там видеть. На этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока! Пока!